Десна ТВ Проект «Слава Созидателям» работает. Солдат вернулся домой с войны. Пресечено производство фальшивого алкоголя. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ежегодно в Смоленске проводят смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда». Мероприятие придумано, чтобы привлечь работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда и снижению производственного травматизма. В минувшую пятницу в областной администрации подвели итоги за 2015 год. Церемония награждения состоялась в Малом зале администрации 15 июля. Заместитель губернатора Ольга Окунева от имени главы региона Алексея Островского приветствовала победителей и призеров конкурса. Труд должен быть в безопасном и в любой ситуации. И работодатели должны на это обращать самое приятное внимание. Это то, на что не надо лечь средства. Предприятия и организации Десногорска уделяют особое внимание вопросам охраны труда своих работников и активно каждый год принимают участие в смотре-конкурсе. По итогам два дисногорских коллектива были признаны и получили награды как самые лучшие в регионе. Это открытое акционерное общество «Элс» и Смоленская атомная станция. В зависимости от того, насколько человек мы и работодатели, и каждый из работников, которые соблюдали требования охраны труда, будут зависеть и неудовополучная, безаварийная работа Смоленской администрации в частности. За наибольший вклад в улучшение условий охраны труда благодарственные письма губернатора вручены следующим сотрудникам этих предприятий. Это Ирине Бухтояровой, инженеру отдела охраны труда Смоленской АЭС, и Людмиле Ивановой, начальнику отдела охраны труда «Элса». Звания лучшей уполномоченной по охране труда и благодарственных писем губернатора были удостоены В починке наладили производство спецкостюмов. На швейной фабрике запущена линия по пошиву рабочей спецодежды для строителей и медперсонала. Школьники города активно принимают участие в новых проектах, запущенных Смоленской атомной электростанцией и администрации города. Ребята встречаются с ветеранами-первостроителями. Как это происходит, смотрите далее. В городах-спутниках АЭС и ЗАТО с 20 июня стартовал проект «Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям», который посвящен атомной отрасли. Ученики десногорских школ активно приняли в нём участие. Ребята встречаются с первостроителями Атомграда и Смоленской АЭС, записывают видеоинтервью на планшеты, смартфоны и видеокамеры. Очень здорово, что получилось узнать историю города. И узнать больше этих людей, которые начинали строить АЭС. Ветераны с удовольствием рассказывают школьникам о запомнившихся событиях, которые связаны с созданием и развитием Десногорска-Смоленской АЭС и о личном своём участии в них. Мне очень приятно принимать участие в этом проекте. И, вы знаете, я вместе со всеми ещё раз вспомнила все те годы, которые я прошла здесь. И я вот действительно увидела, как много мы успели сделать и какую хорошую память мы о себе оставили. Итоги городского этапа будут подведены 15 августа. Лучшие работы направят на второй федеральный этап конкурса. Их авторы получат памятные призы от «Росатома», а победителей финала наградят дипломами и ценными призами. В Починковском районе в ближайшее время планируют открыть второй цех по переработке мраморной говядины. Алексей Островский посетил агропромышленный комплекс, в котором с начала этого года насчитывается 445 голов крупного рогатого скота. Абердин – ангузской породы. И пообещал помочь расширить цеха по переработке мяса. До конца сентября в Десногорске отремонтируют дороги. Н4 – от Большого кольца до здания бани Латона. Н12 – от объездной до магазина Евроторг. В третьем микрорайоне – и Н9А – от скалодрома до Т-образного перекрестка на Кукуевку и Николаевская. На эти цели из бюджета выделили около 17 миллионов рублей. 75 лет красноармейц Родион Молоченков, наш земляк Смоленин, находился в списках без вести пропавших. И вот на минувшей неделе останки погибшего бойца были преданы родной земле. Все подробности в нашем сюжете. С Рослажского района в ряды Красной армии было призвано 32 600 человек. Вернулось чуть больше десяти. Не дождались родные и уроженцы деревни Белышко – Якимовического сельского поселения 1905 года рождения Молоченкова Родиона Семеновича. Спустя много лет, 30 апреля текущего года, при проведении поисковых мероприятий в Кировском районе Ленинградской области, бойцом поискового отряда «Рокша» Антоном Чуйковым были обнаружены останки военнослужащего Красной армии, личные вещи и медальон с хорошо сохранившимся вкладышем. Прочитав его, питерские поисковики отправили запрос в Якимовиче. Усилиями многих людей удалось найти родственников красноармейца. За останками деда в Питер поехали внучки – Валентина Устинова, Галина Гуторова и Тамара Прудникова. Очень отзывчивые ребята, очень хорошие. И вот спустя недельку мы поуехали туда. Нас очень хорошо там приняли, отвезли на места боевых Синяевской высоты, Невский пятачок. Конечно, очень трогательно, очень за душу берет. Это надо только видеть, так не расскажешь. Только-только видеть. И нам торжественно вручили вот праг дедушке. Я когда узнала, что вот дедушка обнаружила, даже вот у меня шок был. Просто-напросто был шок. И радость, и даже вот, я даже не могу выразиться, что я почувствовала. Даже дрожь пошла вот по телу. После отпевания траурная процессия проследовала на кладбище в кресты. Солдат, который погиб под Ленинградом, вот наш солдат, и который наш земляк, это у нас такое впервые. Поэтому для наших всех поисковых ответов это очень важное событие. Мы как-то привыкли, что сами отдаем, ищем и так далее. А тут оказывается наш земляк. И поэтому мы, естественно, выражаем огромную благодарность ленинградским поисковикам, которые подняли этого солдата. Проститься с героем приехали руководители Рославского района и Екимовического сельского поселения, представители Совета ветеранов войны и ветеранов боевых действий, а также поисковики, местные жители, многочисленные родственники красноармейца. Здесь испытываешь особые чувства. Здесь, несмотря на скорбную подоплеку, конечно же, вот этот день очень радостный и очень счастливый. Я думаю, не только для родственников, которые остались еще в живых, но и для всех сограждан наших. Это замечательно, когда находятся, когда поисковики находят имена. Это очень здорово. Испытываешь большое-большое счастье на душе. Погибший 30 октября 1941 года красноармеец Молоченков захоронен на родной земле рядом с родственниками. А у его внуков, 13 правнуков и 25 проправнуков, на память останется медаль за оборону Ленинграда, которой посмертно награжден боец Красной армии. Герой, павший смертью храбрых, защищая отечество от немецко-фашистских захватчиков. Блок криминальных новостей. Трое предприимчивых смолян, придумавших способ нажиться на посетителях сайтов знакомств, задержали полицейские. Мужчины под видом девушек знакомились с состоятельными женатыми мужчинами из Москвы. Вели переписку, а потом звонили им от имени представителей правоохранительных органов или от отца девушки. Сообщали, что те переписывались с несовершеннолетней и требовали денег. Теперь им грозит срок до 6 лет. А под Смоленском пресечено производство левого алкоголя. В деревне Труфаны полиция пресекла одно из крупнейших нелегальных производств контрафактной алкогольной продукции в России. В результате из незаконного оборота изъято более 500 тысяч бутылок готовой поддельной водки, более полутора миллионов поддельных специальных федеральных марок. 14 июля на Центральном стадионе Академии физической культуры состоялось торжественное открытие третьего этапа турнира «Кожаный мяч». 11 сильнейших команд Центрального федерального округа сразятся за право выйти в следующий этап с 14 по 19 июля. Две команды победителей поедут на соревнования в Казань. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова